Самым заметным и громким в буквальном значении этих слов событием в Украине на прошлой неделе стала артиллерийская канонада, случившаяся в Черниговской глубинке. С этого ЧП мы и начнем сегодняшний дайджест новостей Украины. Очередной склад с боеприпасами взлетел в воздух на Украине. В ночь на 9 октября неподалеку от города Ични Черниговской области начался пожар на 6-м арсенале ВСУ. Пришлось срочно эвакуировать жителей 30 окрестных населенных пунктов. Десятки человек обратились за медицинской помощью. В результате взрывов повреждено около 80 зданий, в том числе школа, вокзал, малокозавод. Из-за чрезвычайной ситуации в 30-километровой зоне приостановили движение поездов и автотранспорта, закрыли воздушное пространство. С 2014 года это уже шестой случай, когда в результате взрывов были уничтожены склады боеприпасов. Самые громкие из них – балаклея на Харьковщине в марте прошлого года, через несколько месяцев – в сентябре – Калиновка на Винничине, в октябре 2015 – Сватово на Луганщине. Священный Синод Константинопольской Православной Церкви отменил анафему предстоятеля УПЦ Киевского Патриархата Филарета. Одновременно решено лишить юридической силы синодальное письмо 1686 года, предоставляющее Московскому Патриархату право назначать киевского митрополита. Этому заявлению предшествовало двухдневное обсуждение в Стамбуле украинского вопроса. Отметим, что вожделенный томос, предоставляющий автокефалию украинским раскольникам, вопреки обещаниям Порошенко, так и не был получен. По итогам трех кварталов текущего года государственный бюджет Украины недополучил 93 миллиарда 600 миллионов гривен. Об этом сообщил председатель счетной палаты Валерий Пацкан. Он также напомнил, что общее невыполнение плана поступлений общего фонда госбюджета в первом квартале составило 66 миллиардов гривен, а к концу первого полугодия уже 74 миллиарда. План не выполнен как по доходам общего фонда бюджета, так и по поступлениям от заимствований. Провалено выполнение плана по наполнению бюджета от приватизации государственного имущества. По нескольким регионам Украины 11 октября прокатились так называемые бензиновые протесты. Водители возмущены ростом цен на бензин. Своё недовольство они выражали гневно, нажимая на клаксоны. И не только. В Киеве, Харькове, Сумах, Ровно, Херсоне, Николаеве, Запорожье, Черновцах на дорогах образовались километровые пробки. Естественно, не обошлось без вынужденных остановок общественного транспорта. Проезжающие мимо машины нередко присоединялись к участникам акции. За березень месяц я заправлялся, там цена была 21-22. За пів року на майже 50% підняти цін. Если сегодня это не получится, мы завтра на 2 часа, послезавтра на 3. 15 мая этого года 95-й бензин отпускали по цене в среднем 29 гривен 13 копеек за литр. Сегодня же она колеблется на разных заправках Украины от 33 до 36 гривен с копейками.